александр решил тебе позвонить по видеосвязи в чем смысл позвонка смотрю что начинается пробуждаться кинематографист вот михаил музалевский уже в свой второй фильм снимает ты уже закончил работу видел что уже показывает что мы в кинотеатре хотя узнать как у тебя вообще там продвигается дела немного чтобы ты про свой фильм рассказал когда выйдет твоя работа так ну по порядку значит да фильм сейчас на данный момент у нас уже стартует показе но не в прокате то есть значит по первому значит фильм смонтировали готов sound design готов все готово в принципе показ у нас состоится вот уже 28 сентября в кинотеатре new cinema у нас будет значит два показа 28 и 29 это своего рода не премьер на не премьерный показ наверно такая режиссерская версия потому что премьера наверное все-таки с проката считается ну либо если это допрокатная премьера назовем это так допрокатная премьера кинотеатр new cinema это где в иркутске в иркутске находится кинотеатр new cinema они нам предложили свой кинотеатр для показа мы с ними все обговорили значит получится такой замечательный премьерный денечек вот они предложили то есть они сказали слушай может и покажешь у нас фильм как это вообще происходит предложение нет дело в том что мы искали различные кинотеатры для показа вот и мы в основном обращались платным плавок площадкам этот получилась такая ситуация мне коллеги подсказали что есть у нас такой кинотеатр new cinema достаточно хороший кинотеатр современной техникой вот и они поддерживают молодых кинематографистов то есть они предоставляют свои залы для показов и даже для обсуждений каких-то работ которые даже но в прокате не бывает то есть беспрокат на удостоверениях в рамках определенных программ вот в поддержку российского кино такие вот они либо того откуда только у них интерес вообще к кинематографистам из иркутскому зачем в том что у нас в иркутске все больше и больше начинает набирать обороты скажем так кинематограф вот вот недавно был допустим фестиваль сегодня он заканчил закончился уже получается по нашему времени закрытие было фестиваль чистый взгляд международный игрового документального кино я там был в жюри вот он тоже проходил в кинотеатре new cinema ну и в нескольких еще кинотеатрах то есть там был разброс то есть фильмы дублировались как бы в разных кинотеатрах но вот такой фестиваль он до 30 сентября у нас длится ну помимо кино там еще какие-то дополнительные там анимации еще что-то такое в общем все в целом в купе вот и я был в жюри и отсматривал именно игровые фильмы которые там были представлены куда были работы из каких городов и стран значит были работы с австрии была работа как же как же как же ну то есть в основном российские работы конечно московские были работы были работы с бурятии вот ребята которые решалу снимали питерские работы были и забыл как он называется этот точнее город даже страна ну в общем короче было пару иностранных работ то есть тебя попросили быть жюри как представитель иркутского кинематографа да как жюри как член союза молодежи кинематографистов ты состоишь в каком-то союзе да да но дело в том что я состоял ранее сейчас на данный момент меня обо мне вспомнили скажем так типа александра не хотели бы вы вот пожурить я говорю ну без проблем я когда-то там состоял вот потом после того как я понял что там особо на тот период времени никаких телодвижений не было все все режиссеры и ни одного оператора что называется знаешь эту историю и поэтому все только сетовали как снимать кино но тут вроде как время идет и какие-то в общем и в общем взрослее взрослее дела сдвинулись появились совги к новые ребята активисты кинематографа и таким вот образом значит они поддерживают эту движуху и меня пригласили вот ты все-таки снял фильм реализовал работу как думаешь он как-то повлияет на индустрию в целом будет показательным по каким-то параметрам вдохновит ли кого-то вот с твой фильм с меня на миллион думаю да дело в том что это действительно другой уровень нежели допустим предыдущие мои работы это уже работой с деньгами я уже понял как бы какие ресурсы это добавляет определенный опыт новый и вообще в целом но я просто не хочу знаешь типа звездится и горит я такой типа уникальный и тому подобное в основном ну про меня так говорят люди которые просто зрители они говорят ну саня ты ты вообще говорит просто какой-то феномен потому что блин на объединять себе ряд аспектов которые ну у меня у нас просто рядом примеров таких нет как правило вот те ребята которые снимают кино они каждый делегируются по своему направлению если ты режиссер то он только режиссер если это оператор то он только оператор вот а у меня получилось так что я стала оператором и режиссером и сценаристом то есть у меня нет посредников между созданием идеи и воплощением ее на экране плюс это я там монтажер музыкант и прочее прочее то есть я могу сделать кино про самого себя и снять самого себя даже вот у меня такая идея была поставить себе такой тест может быть снять какой-то короткий метр где я сам с собой буду разговаривать знаешь как как это отражение зеркально когда два человека встречается твое отражение зеркала влазит начинает с тобой же общаться вот ну а какой-нибудь философский вопрос жизненный прочее прочее на хромаке и два человека объединить просто чтобы как-то снять так чтобы ну сейчас эта работа с масками в принципе можно снять себя комбинированным способом и то есть от корки до корки создать фильм исключительно про самого себя и с самим собой и в ролях и в сценарии и в монтаже и в цветокоррекции в музыке прочее прочее то есть показать вот такой вот момент но у большинства людей конечно им нужны с подручные средства и я не знаю насколько это хорошо или плохо по идее как бы в большом бизнесе ну фильме кир и так называемые они популярности не пользуются потому что это своего рода даже эгоистично мне показалось что я увидел два разных фильма то есть я увидел фильм я увидел что там типа все нормально а в трейлере я не увидел то есть того что можно было бы как бы цепануть зрителя и мне кажется что у меня такой же как эффект панчера вот я смотрел фильм панчер и трейлер видел это два разных фильма я потом спросил у михаила мазалевского режиссера стимения что случилось почему твой трейлер не соответствует твоему фильму но сказал что некоторые кадры не досняли ну и в общем какие-то были моменты свои у тебя тоже самое то есть твой трейлер он немного не соответствует самому фильму то есть возможно списан то что у тебя замылился глаз и ну нужно вообще левому чуваку отдать чтобы он сделал трейлер трейлер у нашего одного из нашего продюсера свое видение фильма свое он правда проталкивал эту идею фильме не сработало ну потому что сценарий был написан по-другому потому что если согласно его сценария фильм превратился бы в соло соло одного актера ну там или двух актеров ну знаешь это как как компьютерная игра shooter который ты берешь автомат и постреляешь плохих парней ну или там какие-то реки а у меня же там много жанровость там много персонажей действующих лист их 6 человек и про каждого нужно рассказать и кто-то является соответственно открывающей открывающим персонажем эту историю из-за чего все это произошло кто-то является уже действующим в этой истории персонажем да условно говоря не лидирующим то есть главный герой там и тому подобное и проблема-то заключалась в том что как раз таки один из наших продюсеров попросил он же главный герой попросил чтобы фильм был о них а вот о нем и его приятели исключительно о них и вот чтобы они все время были в везде на экране чтобы история была исключительно про них но это не бьется в контексте жанра криминальной комедии с введением фильм большого количества персонажей вопрос в другом тебе самому зашел трейлер ты знаешь я сделал трейлер это как чтобы постарался проскользнуть между ссылой харибдой вот и в целом да в целом в целом из того что было и компромиссов которые были трейлер более-менее зашел плюсом ко всему но начнем самого банального в большом кинематографе как правило трейлерами занимается трейлер парке то есть это отдельно взятые люди которые монтируют там по на свой взгляд вид и прочее прочее кидая трейлер только на утверждение режиссер не делает трейлер вот и поскольку история получилась многогранной приходилось брать какую-то из линии мы ведь там даже не показали вторую часть скажем так действующих персонажей этого фильма уже начал фильм рассказывать надо остановиться по сути это фильм как как большой куш типа того ну как бы в фильмах фильмы говоришь карта деньги два ствола именно поэтому лекалу и когда мне дали деньги я сказал ребят я могу снять только за то что я могу отвечать головой условно говоря то что я снимал уже то чего еще никогда не снимал результат какой-то гарантированный стопроцентный я вам дать не смогу я могу с ним отталкиваться только от того что я умею ты не думаешь что могут сказать что фильм похож на фильм ну типа вот большой курс типа гая ричи что тебе будут говорить ну типа это как-то ну ключевой момент заключается что безусловно скажут безусловно скажут и безусловно даже захейтят потому что мало бюджетная история с ноу-неймовыми актерами и может быть даже вторичные прочее прочее я понимал это и но с другой стороны я же вижу что почему мне-то нельзя это делать когда уже киностудии серьезные киностудии не то чтобы там копируют какие-то жанровые элементы и тому подобное они копируют сценарий полностью ты возьми этот кремень по-моему называется с этим который в зеленом слонике-то снимался как эпифанцев во эпифанцев это же копия рэмбо то есть взялись сценарий рэмбо первая кровь первая часть первая часть где он там в лесу взяли эпифанцева и воткнули фильм рэмбо переименовали людей история один в один даже по кадрам по ракурсам по по локациям все то же самое возьмем русский вариант фильма команда со шварценеггером вот был фильм команда какой-то там 94 по моду года с пореченковым также лицо себе карандашом размых но так они не не стыдятся даже не то чтобы там копировать а в наглую слизывать по сценам по ракурсам папа по визуалу копировать и по повествованию истории один в один но с русскими этими у меня же немножко другая я просто беру инструменты мои персонажи они не ни с кого не слизаны я беру своих самобытных персонажей но помещая их в историю которая плюс минус ну очень схожа с гай ричи да я даю ему должное какие-то юмористические приколы которые мне нравятся у горяча я тоже туда помещаю потому что но это элементы элементы юмора и просто экспериментирую в этом отношении в любом случае любой фильм найдет своего зрителя знаешь что я понял даже если ты попытаешься переснять фильм чужого режиссера вот один в один все равно получится твой фильм потому что совершенно другая энергетика другая подача другая стилизация и прочее прочее это можно назвать как угодно ремейк ремикс камео там что хочешь вообще но тем не менее это все равно будет по-твоему твой фильм потому что видение твое актеры твои визуальный ряд твой как музыки допустим музыки всего семь нот и все эти семь нот юзают все музыканты и они повторяются одним за другим то есть как бы то же самое в кинематографе там есть сколько там 32 драматические ситуации по моему если ошибаюсь всего и вот согласно этим драматическим ситуациям весь кинематограф стоит на этом это может приводить шахматы после двух ходов там точнее четырех сразу же миллиард комбинации партий суши мне еще такой вопрос тебе вот ты вот сейчас снял фильм будет прокат на удостоверение это по программе удостоверение потом другой вопрос задам какой у тебя план дальше вот что ты думаешь ладно на к стороне еще другой фильм а вот в дальнейшем у тебя есть вообще понимание как ты бы мог бы сучка как режиссер ты можешь существовать в иркутске снимая фильмы получая какую-то прибыль то есть какую-то кинокомпанию киностудию создать это возможно вообще или невозможно и сколько нужно фильмов производить в год чтобы ну существовать на производстве фильмов самостоятельно мне однозначно на этот вопрос очень сложно ответить но у меня есть вектор и вера в определенные вещи да у меня первое начнем с проекта до с после свиней у меня я сразу же берусь за монтаж анекстерона так я сейчас пересобираю в другой монтажки но и плюс ко всему у меня появился колорист который сможет покрасить этот фильм и появился композитор который сможет написать допустим саунд дизайн какие-то такие вещи вот и что касаемо анекстерона я его сразу следом выпускаю и потом у меня будет фильм кайск вот это survival horror то есть это для меня новый новый опыт определенный новый опыт потому что я хочу поработать с каскадерами я хочу поработать с риггинговой системой когда на тросах людей подбрасывать там на 2 метра в высоту то есть ты прям хочешь прямо пойти через какие-то вот такие большие большие дистрибьюции но дело в том что проекты проекты большие и поэтому в любом случае понадобятся большие вливания средств нет конечно можно снять опять на коленке как говорится и где ты средства возьмешь ну то есть ты вот его снял на коленке еще раз смешно коленки а где ты возьмешь средства чтобы снимать не на коленках ну вот сейчас на данный момент я предполагаю стратегию тимура бикмобетова когда ты снимаешь фильм продаешь его получаешь с этого денежку и на эти денежки снимаешь следующий проект вот можно пойти таким путем можно пойти путем привлечения дополнительных инвестиций когда у тебя уже есть какое-то имя ты уже можешь показывать прокатом показывать собственно своими работами потенциальным инвесторам то сколько можно получить заработать я просто так размышлял по поводу вот кинобизнеса да вот именно регионального и даже беру блогеров которые тоже кстати в регионах есть и понимаю что их недоход на порядка 10 миллионов в год и они двигаются более автономно то есть у них есть камеры есть какой-то источник света они начинают делать контент через какие-то приложения видят цифры выбирают определенную тематику и продюсируется только на например youtube канале то есть также потом ищет инвесторов то есть реклама и так далее так далее но это у них происходит менее энергозатратно то есть не нужно делать не прокатное удостоверение не искать людей не заморачиваться прям ну не уничтожать себя но получать больше прибыли и ты более более автономен то есть я вот поэтому и спросил люди на youtube канале могут зарабатывать ну в разы больше ну и меньше рисков ты испытываешь опять же тоже прокатное удостоверение сегодняшним днем вот показывать практику икутские фильмы могут снять с онлайн площадки даже имея прокатное удостоверение то есть а ты вложился потратил деньги и путя просто его сняли рисков там намного меньше зачем но вопрос надо надо себе ответить на вопрос вообще а ты кино для чего снимаешь для если это только бизнес если это исключительно бизнес ремесло тогда ну я не знаю насколько это рентабельно снимать кино вообще в целом если ты как дворец тебе есть что сказать и тебе для тебе первостепенно творчество для тебя первостепенно то что ты делаешь некий вклад то есть как бы ты Ты работаешь в долгую, сначала ты работаешь в долг, а потом твоя работа работает на тебя в виде репутации, в виде узнаваемости, в виде, да, элементарно, ну, памяти, потому что фильмы будут смотреть всегда, условно. Ну, вот смотри, блог, он существует как бы, как информация в сети, как масс-медиа, как в СМИ, сегодня она актуальна, эта тема они посмотрели, поржали, там, поучились, там, получили какое-то эстетическое удовольствие, завтра про это забыли, помнят только блогеры, там, что, да, там, Max Plus 100500, к примеру, там, снимает какие-то приколдесы, обсуждает, вернее, вот, или там какой-нибудь travel-блогер, там, еще какие-то такие вещи. То есть, они помнят человека, но не помнят его контент. Так только, в общих чертах, что вот человек, один человек машинами занимается, другой гаджет обсуждает, третий там, стримит компьютерные игры. Они помнят человека, но не помнят его детище, его деятельность. А кинематографист, допустим, режиссера, они помнят по его фильмам, по его персонажа, по его истории, которые он рассказывает. И эти фильмы будут пересматривать, так или иначе, если эти фильмы, ну, дошли до своего адресата как такового. Вот. Может быть, не все вспомнят имени режиссера как такового, но фильмы будут помнить, будут разбирать на какие-то цитаты, там, создавать себе образы для подражания. И вообще, как бы ты можешь таким образом закладывать, ну, даже модные тенденции какие-то. Если твой фильм получился крутым, люди начинают раскупать твой мерч. То есть, ты относишься к кино как к искусству, получается, больше? Конечно. Да, но больше как к искусству, ну, потому что, в первую очередь, я получаю несомненный большой кайф, когда я создаю это кино. То есть, я не снимаю кино ради, только ради прибыли. Если бы я снимал ради прибыли, я бы мог остаться в Москве. Мне предлагали поработать в сценарном отделе в кинокомпании Амедиа, в сценарной группе. Но я не остался, потому что мне это неинтересно, мне хочется быть в кадре, мне хочется воплотить себя как режиссера и как актера. То есть, у меня вот две позиции. Я актер-режиссер. И вообще, даже самого банального, как бы я уже много раз об этом говорил, если бы был режиссер, который писал бы фильмы, вот, на которых я рос, которые мне нравятся, я бы был просто актером, то есть, я бы снимался. Актером даже выгоднее быть ему, чем режиссером. У тебя может быть много проектов, в которых ты можешь участвовать. Тебе не нужно там от корки до корки снимать фильм. Ты свои смены отработал, пошел на следующий проект сниматься. Ждешь своих постпродакшенов там или премьер уже. Все. Но поскольку то, что творится в моей голове, и те идеи, которые у меня там рождаются, не может воплотить другой режиссер. А если и воплотить, то это будет, ну, стоить определенных ресурсов, денег там и договоренности, еще и под своим видением. То есть, я не могу передать ему свою, то, как это вижу я. Мне придется все равно подчиняться каким-то условиям, потому что на площадке главный режиссер. А тут я сам себе могу создавать обстоятельства, миры какие-то определенные, сам их проживать. То есть, я актер, режиссер, поэтому это для меня такая вот стихия. Как ты думаешь, твой фильм, когда будет в прокате, большой будет отклик вообще? Как ты планируешь рекламную кампанию своего фильма? Какого из? Который сейчас выходит, сегодня на миллион, о котором мы говорим. Который сейчас выходит. Ну, по поводу отклика. Сейчас пока забегать вперед не могу, потому что нужно понимать, что если бы это был исключительно мой фильм, это одна история, но у нас три продюсера и у каждого есть свои, скажем так, зоны ответственности. Нет, зоны ответственности за исполнение. Допустим, прокатное удостоверение получает Шахин Адыгизалов. Вот, это один из наших продюсеров, да? Вот. У нас есть четкое распределение. Моя задача это произвести фильм. Еще одного продюсера это спонсировать производство, то есть постпродакшн, это финансы исключительно. Третий продюсер это продвижение. Вот. И тут уже будет, ну, будем смотреть искоряй, то, как поступит наш продюсер, и мы уже увидим результаты. То есть я со своей стороны за это биться в заклад не могу, ну, по причине того, что, во-первых, у меня нет столько ресурсов. Я ни в Москве, ни в Питере живу, в Иркутске. Вот. А второй момент, ну, зона ответственности у каждой уже по договорам распределена. Вот. Что касаемо анокстерона, да, тут, наверное, уже я буду сделать так. То есть я сейчас со свиньей на миллион протопчу дорожку, зазнакомлюсь с людьми и пойму, как это работает, и уже по этой колее пойду с анокстероном уже следующим фильмом, который паровозом туда же поедет в ту же степень. И плюсом ко всему есть еще парочка людей, которые предлагают вообще пустить этот фильм за рубеж. То есть Китай, Индия и даже в Америке что-то там есть такое. Ну вот, просто я не знаю, вот, допустим, в 2022 году анокстерон хотели купить американцев. Сейчас, на данный момент, я с ними не общался еще, потому что, ну, ситуация понятна, как бы, и я не знаю их настроение. Как они там сейчас. Ну, они как бы мне не пишут, ну, я тоже не лезу особо. Вот. Конечно, придется выяснить это так или иначе. Мягкой рукой, как говорится, там, ребята, вы не возражаете, наши договоренности еще в силе или нет. Если в силе, здорово. Если нет, ну, будем как-то выкручиваться, дальше смотреть. Потому что ситуация может быть абсолютно разной. Да. Ну, слушай, ну, по поводу твоего Кинчика, мне вот, я все-таки хочу услышать конкретную стратегию, не размытую. Вот. У тебя сейчас выходит фильм, вот, у тебя сейчас выходит «Свинья на миллион». Первый полный метр, я так понимаю, официальный, который будет с прокатом удостоверения. Ты прокатишь по Иркутску. Потом будет «Анекстерон» фильм, который сейчас у тебя на монтаже. Потом будет «Кайск» съемка. Какой будет прозрез между этими фильмами? Ты будешь ускорять, ну, производство фильмов или нет? Какой, у тебя есть какая-то технология? Ну, вообще, на самом деле, технология следующая. Один фильм, один полный метр раз в год. Вот идеально для меня. Потому что я не планирую быть станком, который клепает вот эти фильмы, там, из года в год, там, чтобы отживать свои идеи. Я вообще, если брать сюжеты, сценарии как таковые, я их как бы принимаю, я их как передатчик. Я их даже не придумаю. Мне просто осеняет в какой-то момент, и я становлюсь не собой. То есть у меня начинается какой-то поток информации, который приходит из ниоткуда вообще. И я его быстро записываю. То есть я как проводник. Это сложно, ну, объясните вообще, на самом деле. Это не так, что я сел такой, так, следующим у нас будет, там, криминальная комедия или, там, любовная драма, там, или еще что-нибудь. Нет, такого нет. Это вот просто ты сидишь, сидишь, бух осенило, какая-то картинка пошла, и все образами, 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 такой, блин, а из этого получится клевый фильм. И ты начинаешь записывать. Я не могу предсказать, в какую сторону у меня дальше клинанет с точки зрения этих моментов. Но у меня, ну, вот, условно говоря, если мы берем, к примеру, те наработки, которые есть сейчас порядка, у меня 17 проектов, по-моему, если не ошибаюсь, 17 проектов лежит, на базе синопсисов, сюжетов. То есть это полностью готовая уже история. Ее надо только расписать в сценарий. То есть на 17 лет у тебя хватит, значит, по фильму в год? Да, 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 примерно так. 17-20 лет у меня хватит работы еще вот за глаза. И это только по тем сценариям, которые уже лежат. Ну, сюжеты, точнее, сюжеты. А еще сколько родится? Что ты можешь пожелать зрителям, которые пойдут смотреть твой фильм? Какое-то есть им на путьстве? Почему они должны прийти вообще на твой кино? Да, на путьстве очень хорошее такое, знаешь, получайте удовольствие, не гонитесь за каким-то, ну, не обнадеживайте себя большими ожиданиями, просто получайте удовольствие от самого процесса. Вот мы старались, как могли, так и сделали. И, на мой взгляд, это получилось круто, смешно и весело. Вот, и я думаю, что зритель получит такое уже удовольствие. Вот с премьеры обязательно сниму видео с зала. Люди искренне покажут свои эмоции. Тем более второй показ у нас будет с холодной аудиторией, не с теплой. Если первый там это свои актеры, там приглашенные вип-гости, там не последние люди нашего города будут, там пресса какая-то, то второй это будет такая прямо, что называется, холодняк. Так, то есть люди придут совершенно, которых я не знаю, и там будет действительно честная реакция какая-то. Это не те люди, которые пришли посмотреть на свои друзья. Хотя такие тоже, наверное, будут, но тем не менее. Сколько вот показывал фильм, конечно, мнения были разные абсолютно. И я знаю, что будет и отрицательная какая-то штука, потому что все мы смотрим разное кино, у каждого свои есть фавориты какие-то. Но в большей степени, конечно, будет позитивных отзывов. Это вот моя чуйка, исходя из того, что я уже получил даже на показывать черновые версии, потом презентую нашу кинокомпанию на закрытых показах. Было очень много... Причем меня удивляло то, что реакция от взрослых людей, старше меня даже, была достаточно яркая, эмоциональная. Говорит, вот такое кино и надо снимать. Я удивился. Я думал, что я работаю на аудиторию там, ну, сколько там, 18-35. А оцепляю аудиторию старше намного там, 54-60. Для меня это был такой удивительный парадокс. Хотя, казалось бы, нецензурная брань, черный юмор, там, какие-то бандитские разборки. И взрослые люди, женщины, там, ну, там, пришла коллега одна, точнее, мать моей коллеги. Ей что-то там 65 или 68 лет. Тетенька такая, знаешь, вот, если ее увидишь, как будто она там вышла с этого, с театра там у нее, с очочками такая. Интеллигент чистой воды. Александра очень приятно так удивлена. Вот давно такого кино не... И ты думаешь, вот, казалось бы, милая бабушка, думаешь, ну, откуда у тебя столько любви к чернухе, условно говоря. Но, тем не менее, было... Было занятно. Было занятно. И вот сейчас, на данный момент, вот, приезжал ко мне еще родственник. Мы уже до сих пор у нас с Казахстана. У моего отца есть друг дальний в Казахстане. Тоже старшее поколение, соответственно, 64 года. Или 63 ему, что-то такое. Посмотрел, говорит, слушай, вот смотрю, и нет желания выключить. То есть затягивает. Смотрится, как нормальное кино. Вот. Еще накидал мне черного юмора. Приход он, так как он бывший сотрудник милиции еще-то, на тот момент, в советское время работал. Говорит, о, слушай, а я бы еще сюда и вот это, и вот это, и вот это. Ну, у него такой прямо черный юмор. И такой, понятно. Порассказал мне истории. Слушай, ну, я тоже, я смотрел твой фильм «Черновую сборку». Да, и мне тоже он зашел, и, ну, каким-то фильмом он прямо сильно отсылал, но стилек я заценил, и я такой подумал, что если ты будешь делать в дальнейшем только такие фильмы, или большинство таких фильмов, то прям у тебя будет формироваться очень четкая аудитория. Я бы на такие фильмы ходил, потому что они, ну, по крайней мере, там есть юмор, и там есть вот эти оттенки тех фильмов, которые мне нравились, как «Гая Ричи», например, такая вот история. И я думаю, что путь, ну, как ты прав, типа, из семи нот нужно сыграть просто свою композицию, и ты круто отыгрываешь их. Я благодарю за этот разговор, надеюсь, придет много зрителей, и ты тоже запишешь там какое-то видео вообще со зрительского зала, какую-то обратную связь. Это видео я хочу разместить у себя в Телеграм-канале, если ты не против, чтобы там его посмотрели, да. А то что-то последнее время ВКонтакте, там, Инстаграм мне не очень нравится, а в Телеграм там просто аудитория, она более всегда живая, не знаю почему. И тебе тоже рекомендую, кстати, завести, я бы тоже на то подписался. Да, буду создавать. А касаемо твоего последнего вопроса по поводу криминальных комедий, да, я уже отметил такую штуку по нескольким своим работам, что мне удается шутить черным юмором, и как раз вот есть еще два проекта как минимум с черным юмором, с этой же тематикой разного абсурда, который я буду экранизовать. Они вот уже в сюжетах лежат. Один там называется у меня пока рабочее название «Дурдом на выезде», и второй Мелор «Свинцовый коктейль 2». Вот, вот две картины, которые вот в этом же жанре и будут выполнены. Ну, круто, будем ждать всех трех картин, когда они выйдут в криминальном стиле. Рад был пообщаться, как говорится. До встречи. До встречи, дружечки, пока-пока. Да, и, кстати, будешь в Москве, может быть, я буду записывать подкасты, и там уже запишем нормально подкаст на камеры, и все будет четенько. Шикардос. Как раз уже выйдут все твои фильмы, по крайней мере, один. Уже будет можно предметно о чем-то поговорить. Без проблем. Отлично. Пока.